В целях повышения эффективности работы по обустройству и санитарному содержанию населенных пунктов Гомельской области провести месячник по благоустройству населенных пунктов и наведению порядка на земле. Создать районные рабочие группы по организации благоустройства и наведению порядка на земле. Руководителям предприятий и организаций обеспечить выполнение наведения порядка на территориях. Из распоряжения Гомельского областного исполнительного комитета от 13 марта 2017 года номер 71. В сельскохозяйственных предприятиях Гомельской области горячая пора весенних полевых работ. На сегодняшний момент СЕФ ранних яровых уже завершен. На очереди высадка однолетних культур, которую планируют завершить до конца апреля. Параллельно ведется работа по благоустройству территории, ведь порядок на земле для агрария – дело важное. Заблаговременно убрать мусор, обработать почву под посев – это непрерывный механизм сельскохозяйственной работы. Такого закона придерживаются и в передовом хозяйстве области – Калининский, что в Дубуржском районе. Поля здесь чистые, земля обработана, так что импортный трактор с комбинированной селкой легко справляется с отведенными площадями под посев горохо-овсяной смеси. На этом тракторе я уже работаю четвертый год. Техника выхаживает, всю горячую пару выхаживает. Вовремя производит СТО. Руководитель за этим всегда следит. И поэтому комфортабельная работа, шум мало в кабине. Ну и обрабатывает почву, сеет, что площадь после сеялки становится ровная. Температура почвы должна прогреться на 5 градусов при посеве зерновых. Ну и достаточно влажной почвы должна быть влагой. Главное, пораньше посеять, чтобы захватить весеннюю влагу. Руководителю в период посевной приходится нелегко. Нужно, так сказать, находиться сразу в нескольких местах. Контроль за своевременным выполнением работ на сельхозугодиях площадью свыше 6720 гектаров сменяется проверкой проделанной работы по чистке животноводческих помещений и прилегающей территории на молочном комплексе. Одна такая ферма на 720 голов требует немало усилий и ежедневной непрерывной работы по наведению порядка. Рабочие, а их на предприятии 262, не сетуют, активно подключаются к мероприятиям по благоустройству. Здесь в ходе районного субботника занимались уборкой на территории, покраской, чисткой коровников. Итог не заставил ждать. На уютном рабочем месте и дело идет быстрее. Расставил снег и уже пошла обрега у нас полностью звено, которое идет по наведению порядка на фермах. Мы на комплексе навели порядок, на следующую ферму переехали. И так постоянно. Почему? Потому что все-таки порядок, который в хозяйстве, который на ферме, это лицо хозяйства. Соглашается с этим и директор агропромышленного предприятия «Завидовская» Татьяна Белян. Четыре года руководство ей, выпускницы Горецкой академии, дались нелегко. Однако работа с коллективом и практический подход ведения хозяйства привели к главной цели. Производственные показатели выросли. И сейчас предприятие занимает лидирующую позицию среди комплексов Добуржского района. Должное внимание уделяется всем сферам. От высадки цветочных растений на ферме до реализации качественной молочной продукции сорта «Экстра». Все это благодаря налаженной системе сотрудничества целой команды, где работа каждого – важная часть общего сельскохозяйственного механизма. Каждый специалист добросовестно выполняет свои обязанности. А некоторые, к тому же, успевают заявить о себе на всю область, получив звание «Лучшая доярка Гомельской области». Оператор машинного доения Елена Ломоносова сейчас готовится к республиканскому конкурсу. Сама о своих достижениях говорит довольно скромно. О самом сложном в работе считает ранний подъем. Однако это того стоит. С утра немножко надо устать, идти на работу. И с радостью, конечно, идти. Подобного отношения к делу и добивается руководитель, прикладывая максимум усилий для создания благоприятной атмосферы на рабочем месте. С этой целью облагораживают территорию, благоустраивают фермы, проводят реконструкцию сараев. А недавно заменили кровлю на техническом пункте осмотра тех средств машинно-тракторного парка. Все делается собственными силами. А недавно в хозяйстве и баньку установили. Здоровый дух. Все стремятся, конечно, у каждого своей семьи. Для меня, как для руководителя, это создание условий, именно чтобы люди могли приходить на работу, как можно сказать, приходить с настроением, уходить оттуда. Ну и, естественно, и получать достойную заработную плату. На этом хозяйство не останавливается. Каждый год здесь осваивают новые сферы деятельности. Был заключен договор аренды на аренды озера, площадью 25,8 гектар. Мы запустили, согласно плану, запустили тонну карпа. Окультурить, конечно, в дальнейшем планируется. Это и ловля рыбы. На животноводческом предприятии Утевское оккультуривание хозяйственных земель также идет полным ходом. Засеяна территория вокруг ферм, наведен соответствующий порядок. Дополнительно посеяно 250 гектаров зернобобовых. Руководитель лично осуществляет ежедневный контроль за ходом работ. На текущий весенний период план благоустройства сельскохозяйственных земель выполнен. Края посевов ровные, органика внесена вовремя. О сорной растительности даже говорить не приходится. Благоприятный микроклимат здесь поддерживает каждый. Упаковщик сена, оператор машинного доения и даже староживой пес. Животные на фермах ухожены. Подстилка меняется регулярно, чистка сарая выполняется своевременно. Коровники оборудованы современными лампами освещения. Произведена реконструкция данного сарая, в котором мы находимся. Заменена кровля, произведены ремонтные работы. Планируется строительство сарая на 320 голов. Благоустройство территории и сезонную реконструкцию также завершили в агрокомбинате «Новый путь». Только на мягдворе обрезали и побелили деревья, привели в соответствующий вид прилегающие площади, отремонтировали и покрасили ограждения. В ремонтной механической мастерской заменили окна. Работает сауна, чтобы работники могли после рабочего дня чистыми пойти домой. План сева яровых культур в агропромышленном секторе Добровского района составил свыше 27 тысяч гектаров. Из них яровые зерновые и зернобобовые с кукурузой занимают площадь около 13 тысяч гектаров. В настоящее время ведутся работы по внесению минеральных и органических удобрений. Поступили фосфорные удобрения, которые будем использовать под кукурузу, под картофель, под однолетние травы. Особый подход к посевной у аграриев из Морозович Будокошелевского района. Специфика заключается в том, что основная площадь, отведенная под зерновые культуры, а это свыше 1500 гектаров или более 80% посеяна осенью. Такое решение было принято в связи с тем, что озимые после холодного времени года приобретают окрепшую корневую систему и становятся менее прихотливыми к отсутствию влаги. Уложиться в оптимальные сроки посева помогает новая технология безотвальной обработки почвы. Суть ее в рыхлении верхних слоев грунта без переворачивания пластов, благодаря чему удается сохранять плодородный слой земли в зоне произрастания корней и растений и получать более богатый урожай при меньших расходах. Мы приобрели одну из мощных щелок. Это Хорш Маэстро 16-летковая щелка, которая способна сеять до 100 гектаров в день. В горячий период посевной не обходится и без мониторинга хозяйств по обеспечению здоровых и безопасных условий труда для работающих в сельскохозяйственном производстве. Управление сельского хозяйства и продовольствия Будокошелевского райисполкома организует проверку нескольких предприятий. Работа в направлении благоустройства под контролем. Подтверждение облагораживания территории на молочном товарном комплексе Бушевка, где условия труда соответствуют всем стандартам ведения животноводства. Управление существует, допустим, управляющая бригадирка дает дополнительное задание работнику обкащить тилусную яму, обкащить территорию, то за это она, конечно, пишет «Скодотайство, прошу примировать». Для работников, занятых на предприятии, созданы достойные бытовые условия. Давно не воспринимается в диковинку оборудованная комната для приема пищи. В молочном доильном блоке имеются все необходимые атрибуты для поддержания санитарных норм. Только на чистку доильного зала ежедневно затрачивается 20 тонн воды. Особое внимание в коровниках уделяют подаче корма. Раздачник регулярно делает проходку с трактором, насыщая корм кислородом. Контроль за исполнением данной процедуры ведут камеры наружного наблюдения. Решениями сельских исполнительных комитетов активно вовлекаются в сельскохозяйственный оборот, неиспользуемые ранее земли. На основании предписаний уже вовлечено свыше 11 тысяч гектаров. Примеров передачи таких земель сельхозпредприятиям в Будокошелевском районе немало. Благоустроена площадь незаселенной части деревни Демидовка. Механизаторами филиала Морозовичи Агра обработана и засеяна пшеницей 68 гектаров земли. Участки невостребованной земли в деревне Михалевка также переданы в сельхозоборот предприятия Андреевка. Большой объем работы у нас в малых населенных пунктах. Мы проводим рекультивацию. В 2016 году мы привели рекультивацию на площадях в 11,5 гектар, которые в последующем были переданы и вовлечены все в оборот нашего предприятия. Также в прошлом году мы проводили закрепление землепользователей за пустующими земельными участками. Также передавали эту землю нашему предприятию, которую вовлекли и используют как посевные площади. Кипит работа и на благоустроенных землях площадью 800 гектаров. На одном из полей хозяйства Андреевка завершился сев однолетних трав. Руководители рассказывают, в соответствии с природно-экологическими условиями в районе проведен комплекс мероприятий по обеспечению производства основных видов сельскохозяйственной продукции и заготовки кормов по сельскохозяйственным предприятиям. Кроме этого, своевременно разрабатываются планы по благоустройству производственных участков. Проводим каждую пятницу санитарный день. С трех часов наши работники выходят на санитарный день для того, чтобы навести порядок, для того, чтобы подмести, для того, чтобы подбелить столбы, бордюры. Ежегодно мы разбиваем на каждом производственном участке цветочные клумбы, выращиваем рассаду, высаживаем цветы с тем, чтобы наши работники, идя на работу, чувствовали себя уверенно, спокойно. Всего на предприятии шесть молочно-товарных ферм, в каждой из которых в весенний период проводятся работы по наведению порядка. Здесь не делают упор только на облагораживание новых комплексов. Уход обеспечивается и за постройками старого формата, такими, как деревня Бурлак. Кормление на этой ферме происходит строго согласно рационов, трижды в день. Чистка органики происходит регулярно не менее двух раз в неделю, поэтому для животных на этой ферме созданы очень благоприятные условия. Работы по благоустройству постоянно ведутся и в Липеническом сельсовете. Здесь передано сельхозпредприятиям 164 гектара земли, из которых 101 гектар это земли, которые подлежат рекультивации. Из них 33 гектара переданы на содержание местным предприятиям. 47 гектаров земли, не требующих затрат, на сегодняшний день вовлечены в сельскохозяйственный оборот. За прошлый год в теме наведения порядка по указу Сотому было снесено 15 домовладений и плюс ко всему раскорчевано 8 гектар земли, которые на сегодняшний день сельхозпредприятиями вовлечены все в оборот. Конечно же остаются еще земли, которые требуют раскорчевки. Мы работаем как сельхозпредприятиями, так же со специализированными организациями, которые проводят раскорчевку данных земель. Посевная в районе Гомельской области продолжается. До конца апреля планируется завершить посев кукурузы. Не прекращаются работы и по благоустройству сельхозпредприятий, ведь культура сельского хозяйства включает в себя целый комплекс мероприятий, в котором ведущую роль играет систематизация рабочего процесса. Роль чистоты и порядка остается в приоритетах. Именно поэтому, проезжая по белорусским дорогам и деревням, так приятно наблюдать за местными ландшафтами. Редактор субтитров А.Семкин